Сухостой на территории напротив дома 40 по улице Нижней спиливают с самого утра. Местная жительница Людмила Шамшурина вспоминает, когда 25 лет назад она только заехала в девятиэтажку, деревьев на этой площадке еще не было. С тех пор зеленые кроны прилично разрослись. Вся территория покрылась сухими обломанными ветками. Нужно было навести здесь порядок. Внучка увидела объявление, сказала, что на субботники их там приучили в садики. Всем на субботник. Она первая в садике была на субботниках. Мы решили поддержать чистоту. На призыв навести порядок откликнулись несколько десятков местных жителей. На помощь им пришли ребята из общественной организации «Родники». Почти два часа с граблями и мусорными пакетами в руках. И зеленая зона буквально преобразилась. Было много обращений граждан в администрацию Октябрьского района, в администрацию города, о том, что хорошая зеленая территория, но замусорена. Постоянно используется как место для распития спиртных напитков. Соответственно, остается очень много мусора, бутылок и всего остального. А граждане, живущие здесь, в этом доме, нижняя 40, они, собственно, хотят видеть рядом с собой благоустроенную зеленую территорию. На субботнике решили и проблему местных собаководов. Чтобы не запустить вновь эту территорию, в администрации района пообещали организовать неподалеку место для выгула собак. В ближайшие два месяца в городке Металургов наведут лоск еще на восьми общественных пространствах. Все это также зеленые территории рядом с жилыми домами. Федеральный проект «Комфортная городская среда» коснется всех районов Ижевска. В этом году вы знаете, что мы по городу Ижевску благоустраиваем 18 дворовых территорий, 4 общественных пространства. И эта работа, она будет продолжаться, опять же, вместе с жителями. Потому что только вместе можно получить результат. К осени доступными для прогулок станут скверы «Заречные» и «Школьные». В порядок приведут зеленую зону у Дворца детского творчества и эспланаду. Петр Завьялов, Анна Ковырзина, Юрий Дроздов. Новости. Новости.